Доброго времени суток, любители спорта! Это подкаст без вратарей. Меня зовут Павел Сергеевич. Сегодня у нас в гостях игрок волейбольной команды «Амичка». Бессовестно талантливая и нагло красивая. Прошу любить и жаловать Яна Чередникова. Ян, привет! Привет! Ну, я правильно все назвал, да? Да, все правильно. Абсолютно. Спасибо. И красивая. Да? Да. Все так. Так, наша справка, друзья мои. Карьеру профессиональную Яна начала в команде «Импульс» в Волгодонск в 2007 году. Верно? Я сейчас буду говорить, ты меня будешь поправлять. Да. Далее защищала цвета клубов «Северсталь», «Приморочка», «Уфимочка», волейбольный клуб «Тюмень» из одноименного города и «Смена». А вот с 2022 года и до сих пор игрок команды «Амичка». «Амичка», все правильно. Значит, последнее, что хотелось бы сказать для начала. Рост метр девяносто, вес «М-м-м» и возраст «М-м-м». Правильно? Все правильно. По цифрам я прошелся идеально. Идеально. Красавчик я. Итак, друзья мои, не пытайтесь покинуть Омск, расхожая фраза. Правильно? Яна решила остаться еще на один год. Почему? Вот мне интересно, главный аргумент, который заставил тебя остаться в нашем доблестном, красивом городе на берегах Иртыша. Ну, знаешь, я как-то не могу сказать какой-то один главный момент. Просто бывает так, что ты приезжаешь в команду, и тебе вот город, команда, либо она заходит, как я это всегда говорю, либо она не заходит. Бывает, например, прекрасный город, но вот как-то вот что-то не так. Ну, раз я уже поменяла команду, города, переезжала постоянно, я могу с уверенностью сказать, что бывает все хорошо. Прекрасный город, большой там, возможности, все дела, но не лежит вот душа и все. А с Омска наоборот получилось. Вот лежит душа у меня в Омске, я не знаю. Мне просто здесь, ну, понятное дело, клуб, команда, руководство, болельщики, вообще вся структура клуба, понятное дело, это в первую очередь. И не знаю, вот просто мне здесь комфортно. Это любовь? Я думаю, да. Сегодня мы о любви будем очень много говорить, на самом деле, правда, поверь. Мне, а ты топ-волейболистка в Амичке? Это, я думаю, не мне решать. Ну, ты как считаешь? Я выполняю максимально свои какие-то задачи, которые мне ставят. А решать топ, это задача, я думаю, тренера, болельщиков и руководства. Ну, будем считать, что отскочила. Но в течение нашей сегодняшней беседы тебе мало придется отскакивать. Ты всегда была такая вот, ну, стройно-высокая? Ну, как я сегодня вообще формулирую просто супер. Ну, да, наверное. Я... А что, значит, наверное, ты не помнишь? Ну, в детстве просто я помню, что, да, я не знаю, может, класс от третьего, наверное. Ну, то есть я была наравне со всеми, при том, что я жила в городе, где ростовыми данными, национальность, так сказать, она не отличается. То есть я жила в Калмыкии, в городе Элиста. Там в основном все Калмыкии, они, ну, наверное, как генетически, они нету прям высоких, особенно девушек. Парни еще, да, девушек, сказать честно, вот сколько я там жила, я не видела выше себя ни разу девушек. Прикольно. Да, и, наверное, класса до третьего я была наравне со всеми, потом, может, там, вот стал расти, но вот прям такой скачок у меня был в лет, наверное, 14-13. Я прям очень вытянулась, и тогда уже, да, я стала отличаться от своих сверстников. А как ты думаешь, с чем это могло быть связано? Питание? Я думаю, что ростовые данные больше зависят от генетики. Вот, генетика все-таки. Несмотря на то, что многие говорят, вот у меня там ребенок маленький, а если его отдам в волейбол, он вытянется? Нет, он не вытянется, если у него генетические, я думаю, не расположены. Потому что, опять же, я начинала заниматься волейболом, да, со своими одноклассницами в листе. С какие лет? Ну, с 9 лет я начала заниматься, да. То есть они-то не выросли, а я выросла. Наверное, все же дело в генетике, потому что есть кого, я бы сказала. Совпадение? Не думаю. Да, есть кого. Так, ладно, хорошо. Значит, как ты вообще в принципе в волейбол-то пришла? И была какая-то альтернатива волейболу? Я хотела просто чем-то заниматься, мне было дома скучно сидеть. Опять же, городок у нас маленький, и не сказать, что там много вариантов каких-то было. Училась в школе, в школе была секция волейбола. Пошла на волейбол. Мечтала играть на фортепиано. Неожиданно. Ну, почему-то вот в детстве мне хотелось, да. Ну, как-то мои желания мама не одобрила, можно сказать. А вот на волейбол школа рядом с домом. Пошла, попробовала. Ну, удобно, да. И все. Ребенок присмотрит. А как ты училась? Училась. Ну, не могу сказать, что я там какая-то отличница была, нет. Но я четверки. Ну, конечно, и тройки, и двойки там бывали. Куда же без них. Но в целом как бы нормально. В том плане, что я очень такая старательная была. Может, что-то не получалось, конечно. Уже, если честно, не помню вот эти там школьные годы. Но не могу сказать, что я была из тех, кто... А, типа, учеба там. А самое серьезное наказание в детстве, это вот, когда не пускают на тренировку, да? Для меня было, да. Надо признать меня вообще дома. Я младший ребенок в семье. И меня так это... Любили, холили, лелеяли и не наказывали. Но мама была против волейбола одно время, да. И мне даже запрещали. Мама хотела, чтобы вот учеба, спорт это будет не профессия, надо учиться. Понятное дело, потому что я уезжала на соревнования, пропускала учебу. Приезжала, надо было догонять. Маме это не нравилось. И было время, да, когда мне запрещали ходить на тренировки. Для меня это была боль. А ты вообще послушный ребенок, росла послушным ребенком? Или все-таки шкода шкодой? Нет, не была шкодой. Неинтересно. Да, я вообще такая скучная была. Прямо как ты. Я потом наверстала, когда уже подросла. Пошли дальше. Потом. Итак, совмещение учебы и тренировок в школе понятно. А в ВУЗе? Ну, в нашем случае, вообще в профессиональном спорте и учебу совмещать, это, конечно, очень сложно, надо признать. Как бы ты там этого не хотел, это сложно. И могу признать, вот тут-то я уже все. На шкодничала. Ну, да, я очень, так, забросила, я бы сказала, учебу. Ходила только вот, когда меня вызывали, такие, Чередникова. Вот тогда ходила, получала, там, что-то пыталась догнать. Очень плохо это получалось. Ну вот же, вот. Я догоняюсь сейчас. Вот, что-то там уже сама изучаю, смотрю уже другие какие-то направления. Слушай, ну вот смотри, Инна, ты фактурная, ты красивая, ты эффектная. А вот, ну, допустим, в ВУЗе мальчики на тебя реагировали уже, допустим, в тот момент, в том возрасте? Ну, конечно, на меня реагируют прежде всего из-за того, что я просто выделяюсь ростом, понятное дело. На меня и на улице реагируют, и в ВУЗе, и не в ВУЗе. Ну, то есть у меня выше среднего роста для девушки, понятное дело, что реагируют. Давай мы с тобой сделаем таким образом, сразу точки над ее расставим. А мужчина у тебя сейчас присутствует? Да. Суженый есть? Да. Ага, ну тогда мы кое-какие вопросы уберем, а кое-что оставим. Скажи мне, вот идеальный мужчина у тебя, какой должен быть в твоих представлениях? Кто это? Это мой мужчина. Ну, это не серьезно. Ему это понравится, наверное. Я понимаю, ему это понравится. Плюсик заработал в себе. Умный. Так. Прежде всего должен быть умный. Забота. Но опять же, забота, ну, для всех это, наверное, по-разному. Может, кому-то хочется, не знаю, забота, это там, по головке погадить и сказать, что все плохие, а ты у меня молодец. А есть какие-то более, наверное, масштабные ситуации, случаи. И чтобы ты была уверена в нем, если есть какая-то проблема, что он тебе поможет во всем. Что всегда будет на твоей стороне, ну, и всегда поможет тебе, выручит тебя. Наверное, вот это самое. Как-то маму уважать, там, тещу мамой называть, там, зарплату приносить, все дела. Ну, вот это тещу-то мамой называть, я думаю, здесь должен каждый решать для себя сам. Никто никого не должен заставлять. Ну, то есть тебе бы хотелось? Мне не то, чтобы это хотелось. Это должен он или она? Это он обязан делать. Нет, нет, никто не обязан. Хорошо, хорошо, окей. Ну, вот сейчас ты говорила об идеальном мужчине. Ну, а теперь о своем. А что конкретно? Ну, вот опиши, какой он. Он, все считают, скажу вам по секрету, я очень эмоциональная, все считают, что мой молодой человек, он такой бедный, несчастный, вот я вечно везде все хожу, там, кричу, и, ну, то есть у меня на площадке, да, я там всегда такая боевая, могу с кем-то там поругаться, я не знаю, и на улице, и на улице, неважно где. Ну, то есть вот меня так воспринимают, и все думают, что какой он бедный, несчастный, ты вот такая вот истеричка, а он у тебя там, наверное, ничего подобного. Я дома с ним очень тихо и спокойная, потому что он, наверное, своей уверенностью меня так немножко осаживает, то есть я дома гораздо спокойнее, чем в жизни, в принципе, там, на людях, не с ним. А он со спортом как-то связан? Ну, нет, он для себя там в детстве, в подростковом возрасте занимался там лыжами, а так нет. А он должен разбираться в волейболе, кстати? Ну, опять же, это, наверное, его желание должно быть. Хорошо, тогда поставим вопрос. Ну, конечно, да, потому что мы же должны о чем-то разговаривать, да. Он, конечно, разбирается не во всем. Он всех правил не знает. Я ему иногда там приду и на эмоциях, да мы вот это вот крест побежали, а я вот сюда туда. Он такой, да, да. Но, в общем-то, правила он, конечно, понимает, знает, но тонкости, конечно, нет. Мы до сих пор там, да, уже мы живем 6 лет вместе. Я ему что-нибудь рассказываю, он такой, а, я думал, вообще все по-другому. Я говорю, Рома, ну, мы же с тобой уже сколько живем. То есть, понятное дело, что не все. Но мы всегда обсуждаем, он всегда смотрит игры, если это трансляция, всегда смотрит трансляция. Если есть возможность приходить на игры, смотрит игры, переживает, болеет. А дома, допустим, нет такого момента, что ты приходишь с игрой, а он тебе начинает рассказывать. Ты играть-то не умеешь, нифига. Ты вообще понимаешь, ты вообще бездарный игрок команды. Ты просто пихает им вообще дома-то. Может такое себе позволить? Или он так это, в сторонку в уголочек сел и ждет, когда вот эта вся буря пройдет. После игры лучше, наверное, да. Все, понятно. Нет, он может, конечно, сделать какие-то замечания, но в целом... Лучше не надо. Лучше не надо. Лучше не надо. Хорошо. Так, ладно, мужчина в твоей жизни присутствует. Это хорошо, это замечательно. Давай мы сейчас с тобой поговорим о свободном времени. Ты свободное время чем занимаешься? Ну, я не знаю, там, вообще в идеальный день очередниковый какой? Как это должно присутствовать? Вы выглядите как, я не знаю. Утром выспаться до 12, я не знаю. Ну, раньше вот было у меня такое, что идеальный выходной день для меня был, это спать целый день. Ого. Да. Ну, встал, поел, там что-то, сериальчики какие-то посмотрел. Сейчас с возрастом, наверное, все стало немножко иначе. Я стараюсь пораньше проснуться, мне надо погулять, то есть, наоборот, я понимаю, даже если я устала, я понимаю, что надо, наоборот, походить, погулять. Люблю отвлекаться от спорта, я что-нибудь могу испечь, десертики какие-то. Это вот, это меня прям отвлекает от всего, то есть, особенно если это выходной, то я вот стараюсь, меня отвлекает, и мне очень нравится какая-то готовка, в особенности выпечка, какие-то десертики. То есть, этому можно сказать, что это у тебя хобби? Ну, можно сказать, что да. То есть, ни макраме, ни вязание? О, нет, я такое, нет. Ну, ты же, у тебя же нынадцать уже, поэтому, как бы, я и спрашиваю про это, нет? Нет, мне нравится вот. А семечки? Нет, зубы видели мои, какие-то там железок полно, какие семечки. Хорошо, хорошо. А соцсети, кстати, соцсети, да, мы там тонем, нет? Ну, да, но стараюсь не просто там хихоньки-хахоньки, котики смотреть, но сейчас в соцсетях очень много полезной информации есть, надо признать. Да что вы? Конечно, там можно... А про выпечку, скорее всего, да, там рецепты присутствуют. Это в том числе, в том числе, да. Ну, можно смотреть, там разный контент, понятное дело, что да, я там тоже зависаю. Даже не ругаю себя, если честно, за это, потому что очень много нового узнаю и полезного для себя. Я еще раз повторюсь, это не просто там посмотреть каких-то котиков, ну, есть даже люди, которые там рассказывают, ну, то есть полезные вещи, разные, ну, то есть там элементарно, как восстанавливаться, да, там элементарно после тренировок есть тренировки какие-то, где ты можешь упражнения смотреть, тому же, ну, то есть полно же контента. Ну, не хватает нагрузки на тренировки, вы еще и дома ищите занятия. Ну, не то чтобы еще, а оно может попадаться, и ты вот залип на чью-то страницу, там, это может быть какой-то тренер тот же самый, реабилитолог, это как пример. Я не говорю, что я целыми днями только этим занимаюсь, это как пример. Менюшка, у тебя контракт еще на год, ты что-то как-то это, поаккуратней с тренерским составом и с нагрузкой. А, да нет. Что-то я не знаю. Хорошо, а ты вообще ленивый человек по определению? Думаю, что нет. Уверена? Ну, неправильный ответ как бы, у меня по-другому было все, ты сейчас мне все поломала, ну ладно, разворачиваем в другую сторону. Так, а ты часто плачешь? Ну, нет, наверное, нет. Ну, меня может растрогать какая-то ситуация, я могу идти по улице, да, там будет бездомный котик, и я могу разреветься. Ну, то есть мне надо его покормить, спасти там. А по каким-то таким ситуациям, типа, меня кто-то обидел, что-то в этом роде нет, так не помню, редко плачу. Тебя часто обижали? Нет, наверное. Ну, да, такое-то обижение. Я сама куша обижу. Кстати, вот а из-за тебя люди знакомые часто плакали? Ну, не то чтобы, ну, за сколько часто, конечно, наверное, кого-то я расстраивала, в том числе и семью свою, может, друзей, наверное, были такие моменты. А ты когда-нибудь рыдала из-за результата на площадке? Да, от обиды бывает, когда команда выкладывается, ты выкладываешься, и не в твою сторону результат, поэтому, конечно, плакала. Девчонки успокаивали? Да, что-то успокаивать там, я думаю, обычно в такой ситуации все рыдают. Ну, если это какие-то, я говорю, обидные матчи, обидные результаты, тогда да. Женская дружба бывает? Давай уж так, по-нашему, по-женски. Женская дружба бывает? Наверное, дружба бывает до какого-то определенного, она бывает, но, наверное, это может случиться до какого-то определенного момента, до каких-то, всему цена есть. Я думаю, что вопрос цены, а так она, я думаю, бывает, да. Можно до определенного момента прекрасно дружить. Ну, у тебя подружки есть какие-то? Да, конечно. Перечислять? Ну, хотя бы одну-две. В команде есть кто-то, с кем ты можешь подружить? В команде, да. С прошлого сезона у нас осталась Катя Новикова, с ней хорошо дружу. С Катей Новиковой мы вообще знакомы очень давно. Я играла в Череповце, Кате тогда было лет 14, мне там 23 или 22, я не помню. В общем-то, я ее знаю совсем. Поэтому, понятное дело, я с ней дружу. Есть Алена Бек, с которой мы знакомы со времен, когда играла в Тюмени. И она играла уже столько лет. То есть мы тоже вместе всегда поможем друг другу. Есть девочки, с которыми с прошлого сезона хорошо общаюсь, дружу. Настя Лукина. То есть эти люди в команде, я могу на них там положиться, наверное. Мы хорошо общаемся. Мне вообще-то кажется, что в команде последнее слово за тобой. Да я бы так сказала. Ну, мы же команда. Мы же команда, нас очень много там человек. Ну, понятно. Давай так, Кульш, мы заговорили про эмоции. А есть у тебя, ну ты сейчас только честно мне ответь, есть ли у тебя поступок в жизни, вот за который тебе до сих пор стыдно? Ты бы вот прямо вот, была бы, переделала бы его. Может быть, кого-то обидела. Может быть, на кого-то накричала. Я постоянно на кого-то кричу. Я обижаюсь. Постоянно стыдно ты это хотела сказать сейчас. Постоянно стыдно. Тоже неплохо. Ну, есть таких много моментов, да. Ну, не могу сказать, что мне за все стыдно. Я, если кричу, не обязательно мне стыдно бывает. Я же кричу, бывает, на кого-то по делу. Почему должно быть стыдно? А тебе, кстати, криком отвечает? Вот та же Катя. Ой, мы с ней можем, да. Да? Да, она может тебе сказать, слышь, ты вообще никто. Неправильно ты играешь вообще, собственно. Ты играть-то не умеешь. Ты вообще кто ты? Никто не запрещает мне отвечать криком. Или просто отвечать. Ну, то есть, каждый проявляет. Почему вообще крик воспринимается, что это что-то такое злобное? Ну, то есть, я могу эмоционально разговаривать. Я могу с тобой разговаривать и повысить тон. То есть, я не на тебя же кричу, а могу просто эмоционально разговаривать. Правильно? Может, не надо? Давай, не надо. Я постараюсь себя держать в руках. Тут немножко осталось, почерпи. Хорошо, давай. Так, Новый год или День рождения? Новый год. Чего это? Это самый мой любимый праздник. Вообще, мне даже День рождения не так нравится, как Новый год. Конечно, это волшебство. Я всегда жду. Мы уже смеялись, кстати, были сборы. И мы вышли, и на улице было прохладно. Я говорю, скоро Новый год, надо готовиться. Уже все фонарики вешать. Я обожаю. Слушай, вот тут мы с тобой одинаково небрежные. Дай вот это вот так. Вообще прям. Ой, Новый год. Это вообще сказка, да? Ам-ням-ням-ням-ням-ням. Любимый подарок на всю свою жизнь, который у тебя был? Может быть, мячик тебе волейбольный подарили? Кстати, мячик волейбольный. Блин, я когда была маленькая, ну, маленькая, ну, в смысле, занималась волейболом. Это все. У нас в Элисте, я думаю, как и в любой школе, дефицит мячей, формы нет. И понятное дело, что кому-то там родители покупают мячи, и мы вот со своими мячиками приходили на тренировки. Прикольно. Да, и я помню... А то есть тренировка могла закончиться, если человек забиделся, забрал мячик и ушел? Да, реально так, но у нас так было. Класс. То есть в школе было, допустим, там 2-3 мяча каких-то, да, на всю команду. А у кого была возможность, тот еще приходил со своим мячом. А сейчас знаешь, знаешь, как было у нас, у нас... А Паша пойдет гулять? Нет, а мячик пускай даст. Да-да-да. А мячик нельзя просто так давать, его же могут порвать. Конечно, естественно. Вот, и я помню, я не помню на какой праздник, может, на 8 марта, либо на день рождения, точно, я не помню. Муж моей сестры, у меня 2 сестры, 2 сестры старшие родных, муж моей сестры подарил мне мячик по-моему, галовский. Блин, у меня столько счастья было. Это вообще, я вот с ним потом деловая такая приходила на тренировки. И во дворе мы еще. Турник был, мы собирались с девочками, через турник играли, типа, у нас сетка была вот этого, да, помню. Да, согласен. Так, тогда, если Новый год, тогда Новый год идеальный с друзьями или с семьей? Ну, компания большая, это могут быть и семья, и друзья. Ну, то есть мне бы хотелось, вот знаете, идеально такая, как в фильмах показывают, когда там вся семья собирается вместе с друзьями. Редко такое получается. Поэтому идеально прям такого никогда не бывает, потому что, ну, если ты играешь, семья у тебя не рядом, к сожалению. А у тебя вот такие, такой Новый год был где-нибудь необычный, я знаю, там, ну, в самолете, там, встречаешь, какая-то ирония судьбы с легким паром. А через полчаса я буду встречать тоже здесь. Ну, нет, прям такого не было. Я помню как-то, когда мы играли в Волгодонске, мы 31-го днем, по-моему, еще в поезде ехали, ну, то есть ты такой пришел с корабля на бал. Вот такое было, а прям, чтобы что-то такое сверхъестественное. А, я помню, один раз у меня была Новый год одна отмечала. О, и у меня тут уж такая была штука. И, кстати, неплохо, мы салатик порезал, да. Я делала себе два салатика, включила телик, посмотрела, поела и все. Слушай, ну-ка, да еще, да, 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 мне нравится. А вот давай мы сейчас с тобой, знаешь, во что поиграем. Знаю я, что ты хотела быть, может быть, попробовать себя в журналистике, но сейчас это такой более философический вопрос. Какой вопрос могла бы задать Яна Чередникова, Яне Чередниковой? Вау. Ага. Знаешь, все время смеяться, что ли? Вот давай подумаем. Это я удачно зашел. У меня частенько спрашивают именно про мою, например, игровую карьеру, про волейбол, я там заканчивал, делал перерыв, возвращалась. И, наверное, многих тоже интересовал такой вопрос. От этого оттолкнусь, жалею, жалеет ли Яна Чередникова, что она пришла в волейбол. Вот что-то в таком. Ну, хорошо. Ладно, ты запомни этот вопрос. Ты прямо его запомни. Придет момент, почему ты, мне кажется, в своей жизни, и ты его когда-нибудь задашь себе, сама себе. И будет очень интересно, как ты на него ответишь. Мне так кажется. Ладно, самый ненадоевший вопрос на интервью. Ну, что больше всего спрашивают? Вот уже где-то вот это вот надоели бы мне с этим вопросом. Да призадумалась. Ну, обычно, знаете, какой вопрос не люблю в интервью? Слушай, а что ты на «вы»-то перешла? Ой, не знаю. Я что, я уже постарел за это время за полчаса разговора. Не знаю. Прибавил в возрасте. Чего не хватило? Чего не хватило после проигранной игры в игре? Чего не хватило? Как не хватило я дожать там что-то в этом духе? Хорошо. А самый необычный, который тебе запомнился? Вот прямо необычный, необычный. Такой неожиданный может быть. Ну, может быть, ты вспомнишь, что тебе его сзаду. Самый необычный. Самый интересный. Самый умный. Ну, что-то так не припомню, если честно. Ну, простите. Муж с памятью мне плохо. А, все, все. Я теперь буду внимательнее относиться ко всем интервью. А то вот это все хихоньки да хахоньки. Ну, вот хорошо. Ты романтик? Ты романтик по жизни? Нет. Нет? А что? Не знаю. Такой у меня темперамент, наверное, характер. Угу. Вот давай так. Мы на эту тему уже сегодня попытались подискутировать. Вот представь себе ситуацию, что партнер по команде тебе во время игры говорит, что ты так себе нападаешь. Ну, вот прям. Угу. А и что ему ждать от Яны Чередниковой после таких слов? Разбор полетов в раздевалке. Хук справа на площадке. А это будет мгновенная, наверное, реакция. Ну и? Что-то типа... Слышь, ты! Куда пойти, кого позвать? Слышь, ты! Ага. Ну, что-то в этом роде в том плане, что надо каждому следить за собой сначала. Вот примерно такая реакция. Я не могу сейчас это спорить. Слышь, ты что сказала? С тобой сиди. Играй давай. У меня было такое, что мне сказали как-то на площадке, как мне надо было нападать. Слышь, ты меня еще поучи, как мне нападать надо. Ну, примерно так. Сама разберусь, да? Сама разберусь. Это тренеру? Это сильно сейчас было. В мыслях, наверное, и есть. Сама разберусь. Кого ты учишь? Вырежете это. Вот это нужно оставить 100%. Я думаю, на этом мы и закончим. Мы поставим точку. Закончим мою игровую карьеру. Это, ребята, просто бомба, понимаете? Это прямо супер. Тренер, так, Чередникова увольте, пожалуйста. Разговорилась она мне тут. Последний у меня вопрос. Жалко, что последний. Ну, как-то вот, знаешь. Мы с тобой проговорили сегодня. Ну, обо всем, да, практически. А вот есть ли какая-то тема, о которой тебя никогда не спрашивают? А тебе так хотелось о ней рассказать? Может быть, гордишься ты кем-то или чем-то. Может быть, тебе что-то вот хочется прямо вот донести до своих болельщиков. А тебя никогда об этом не спрашивают. Тебе прямо вот хочется. Велкам. Я сегодня щедр. Да уж. Ну, наверное, такие темы вот не поднимают. Всегда все говорят про волейбол. И для болельщиков, и для игроков. Ну, такие вот вопросы банальные, я бы сказала, да, там, про игры и так далее. Почему не спрашивают, сейчас правильно вот как сформулировать свою мысль. Помимо волейбола, вот мы волейболистки, а что еще можно делать? Как еще развиваться? Вот мне кажется, что надо доносить и говорить о том, что волейбол — это наша жизнь. Это даже не часть нашей жизни, это наша жизнь. Но помимо волейбола надо еще как-то развиваться. Волейбол когда-нибудь, к сожалению, у нас закончится. И надо, наверное, поднимать, может, такие темы, где особенно молодым... Мне, например, не хватило в своей карьере, когда я была молода, чтобы мне сказали, Ян, еще что-то вот смотри, развивайся, еще волейбол... Ну, все говорят, волейбол закончится, там надо себе еще какую-то профессию придумать. Но никто не говорит, каким образом это делать, куда смотреть, в каком направлении. Вот какие-то такие темы, мне кажется, их можно поднимать и в интервью, и в дальнейшем, чтобы это болельщики понимали, как еще спортсмены живут помимо волейбола. Именно развиваться дальше. Потому что у нас волейбол, 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 волейбол. А что ты делаешь? Ну, помимо волейбола я смотрю сериалы. Помимо волейбола там, я не знаю, вот как мы говорили, там просто пеку тортики. А жизнь же, она еще очень большая, и как-то еще развиваться надо. Мне кажется, вот такие темы надо доносить именно молодым игрокам, чтобы они могли рассказать это болельщикам. Слушай, может быть, ты напишешь книгу? Ну, может быть, да, когда-нибудь, когда я закончу свою карьеру, потом где-нибудь на пенсии напишу историю. Это интересно. Как я жила, как хотелось бы жить, и как надо жить, может быть. Друзья мои, у нас сегодня на подкасте был человек, который в ближайшее время будет играть в волейбол за командой «Амичка» Омской области. Потом печь тортики, писать книги. В общем, была прекрасная, беспощадная Яна Череднякова. Яночек, спасибо, что пришла. Это подкаст «Без вратарей». Меня по-прежнему зовут Павел Сергеевич. Ну, а мы находимся в пресс-центре Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области. Студия МС. Место силы здесь.